Следующий матч, который мы предлагаем вашему вниманию, это встреча на ноу-камп. Здесь играла Барселона, выступающая в группе «Б» и ее соперник английский Ливерпуль. Сразу представлю вам составы. В воротах Барселоны Роберто Бонано, третий номер Франк де Бур, седьмой Хавер Савиола, восьмой Филипп Каку, девятый Патрик Клювер, десятый Ревалда, семнадцатый Филипп Кристанваль, двадцать первый Луис Энрике, двадцать третий Франческо Кокко, двадцать четвертый Карлес Пуёль и двадцать восьмой Тиаго Мотто. Состав в какой-то степени, наверное, ожидаемый. Хотя, с другой стороны, для Барселоны состав довольно-таки средний. Мы привыкли видеть гораздо более громкие имена в составе этого клуба. Ливерпуль. В воротах двенадцатый номер Ежи Дудок, двенадцатый Стефан Энчос, третий Абель Кшавер, четвертый Сами Хююпе, восьмой номер Эмиль Хевский, тринадцатый Данни Мёрфи, шестнадцатый Дит Мархамон, семнадцатый Стивен Джерард, восемнадцатый Джон Арне Ризе, двадцать третий Джейми Каррагер и тридцать седьмой номер Яри Литманен. Тренер Ливерпуля Фил Томпсон, тренер Барселоны Карлес Рексач. Обслуживает этот матч Кирис Васерас из Греции, помогает ему Симеон Солокидис, грек, и еще один лайнсмен из Словакии, Игорь Шрамко. Продолжается вот какой-то непонятный эксперимент ФИФА по смешанным судейским бригадам. Это не только в европейских состязаниях теперь применяется, как знать, может быть, в этом видят будущее футбола. Состав Ливерпуля выглядит уж точно неожиданным, потому что отсутствует Майкл Оуэн, во-первых. Он травмировался и пропустит 12 дней, примерно не сможет даже тренироваться. Но, правда, Фил Томпсон перед матчем сказал, что у нас довольно хорошие игроки, и, в общем, это для нас не будет большой потери. Вы посмотрите, как играет Дани Мерфи. Дани Мерфи, совершенно непонятное и ненужное нарушение правил. Вполне естественно, что получает желтую карточку футболист Ливерпуля. Этот эпизод происходит на 12-й минуте встречи. В целом Ливерпуль не жмется к своим воротам, очень неплохо комбинирует, и вот Литманин пытается вывести на ударную позицию Эмиля Хески. Получается не ахти, как Хески до мяча не дотягивает. С ответом Барселоны становится дальний удар Хавера Педро Савиолы, молодого аргентинца, неточный. В обоюдных атаках проходит этот матч. Вот, наверное, самый реальный момент забития у Ливерпуля. Это Стивен Джерард выпрыгнул выше всех, и Банана там уже ничем не мог помочь своему клубу. Но Джерард элементарно не попал в ворота. Вскоре после этого он нарушает правила. Тоже грубая и еще одна желтая карточка. На этот раз пострадавшим оказывается не Кокко, а Ревалдо, а предупреждение получает Джера. Барселона неплохо тоже доходит до штрафной, но там ничего не получается. Вроде бы на ударную позицию вывели довольно четко. Партнеры Тиаго Моту, но тот не попал в ворота. Третья желтая карточка у игроков Ливерпуля получает ее Дитмар Хамон. И вот для него второй групповой турнир уже на этом заканчивается, потому что у Хамона и раньше были предупреждения, и в следующий матч он пропустит. Выстраиваются в линию защитники Ливерпуля. Периодически Барселона их за это наказывает. Вот еще один удар Савиолы. И завершающим аккордом первого тайма становится угловой. Абельк Шавер как-то неуклюже выбил мяч. Атака продолжилась. Подача с фланга и попытка ударить головой. А дальше уже Барселонцы нарушают правила. Делает это Кристанваль, который блокировал голкипера Ежедудека в пределах площади ворот. Так играть, конечно же, нельзя. 0-0. Итог первого тайма. Итог, который никого особенно не устраивает. В этой группе вообще получается совершенно фантастический турнир. Из 8 игр, которые были проведены к этому дню, 6 завершились в ничью, что, естественно, до нельзя запутало ситуацию. И приходится думать не только о том, кто с кем играет сейчас, но и кто с кем будет играть. И самое главное, на чьем поле в последнем туре. Это легкий удар для Ежедудека. Польский голкипер воротарь довольно высокого класса. И, конечно, если бы он пропустил такой мяч, то, наверное, получил бы очень серьезные упреки. Абелькшавер жестко встречает Франческо Кокко. Нарушений правил довольно много. Но значимость этого матча велика. Все это прекрасно понимают. И испанцы, и англичане. Поэтому идет такая жесткая борьба. Вот здесь арбитр обязан был, на мой взгляд, назначать 11-метровый. Убежал Савиола в штрафную и придержал его рукой игрок Ливерпуля. Савиола упал, но Кирос Массерас никак не отреагировал на падение. Чуть позже едва не фалит в своей штрафной площади Кристанваль. Он вроде бы уже схватил Кески за футболку, но потом быстро одумался и отпустил темнокожего игрока. Дабы не давать арбитру никаких поводов для санкций. Ревалда бьет издали рядом со штангой. И Барселона так потихонечку начинает наращивать обороты. Еще один дальний удар. Снова прекрасно играет Дудек. Теперь штрафной в исполнении каталонцев мы видим. Опасный, поскольку мяч был установлен рядом с линией в штрафной площади. Савиола подает. И вот здесь совершенно непонятно, как мяч умудрился миновать. Филипп Кристанваль пробил штангу. Но вот что делал восьмой номер Филипп Коку, как он умудрился не отправить мяч в сетку, совершенно непонятно. Мистер Литманина выходит на поле Владимир Шемидзар. Многие, кстати говоря, предполагали, что он появится с самого начала, раз уж травмирован Оуэн. Но Фил Томпсон и Жерар Урье, с которым, естественно, тренер советуется, решили по-своему. Обводят легко Карагера Хавиер Савиола. Входит в штрафной удар с довольно близкого расстояния. Опять не точно. Решили усилить теперь оборону уже тренеры Ливерпуля. Милан Барыш вместо Эмиля Хески у Барселоны Луис-Энрике отправляется отдыхать. А вместо него выходит Герард. И вот последняя замена в составе англичан. Джерард ушел и Ник Бармби вышел. Барселона еще проводит. Атаку изо всех сил пытается забить гол. Даже Савиола снял уставшего с игры Карлес Рексач. Выпустил вместо него Джо Ланни. Но добиться этим ничего не сумел. Он здесь явно совершенно Филипп Коку. Нарушает правила, получает абсолютно справедливо отсюди желтую карточку. Следующую игру он пропустит. Но и для Барселоны это не очень приятно. Потому что в Барселоне матч предстоит очень и очень тяжелый. Об этом мы еще поговорим. Сначала давайте дождемся финального свистка Кируса Вассероса. И тогда уже подытожим вот эту встречу клубов Грандах. Которым прогнозировали два первых места в этой группе. Причем находились и такие, кто говорил, что проблем особых никаких не будет. Абельк Шавер. Заброс такой мяча в штрафную. Ну, завершающий удар. Все-таки находится в этой комбинации. Но не точный Кирус Вассерос отправляет команду в раздевалку. Никто ему не высказывает особых претензий по поводу того эпизода с падением Савиолы. Но мне вот все-таки показалось, что нарушение правил там было.